Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и мы продолжаем проводить ужасные, страшные, непонятные эксперименты в игре под названием People Playground, потому что в жизни их проводить ни в коем случае нельзя, это же ужасно! Поэтому только в People Playground. Я зашёл в мастерскую этой игры и наскачивал самые востребованные на данный момент постройки, например, вот этого интересного чувака, которого связали конкретно для издевательств. Это просто ужасно. И не знаю почему, у большинства людей возникает желание именно создать машину пыток или машину смерти, ну или что-нибудь такое, для убиения людей. Это офигительная красная спортивная машина, которая называется зомби-кар, как раз-таки для зомби-апокалипсиса. Удачно, 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 но чувак-то этот не зомби, но всё равно ему придётся столкнуться с машиной. Наверху установлено ружьё, которое... Оу, само по себе стрелять не будет. То есть его нужно отдельно активировать, что на самом деле не особо удобно. Хорошо, давайте возьмём снова нашего подопытного чувака и поставим сюда. С ним должна столкнуться именно машина, а не ружьё. И посмотрим, к чему это всё добро приведёт. Я машину активировал, включил замедление, и она устремилась к нашему маленькому бедному чуваку, которого связали ни за что ни про что. И вот, 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 вот произойдёт нечто ужасное. Оу, хо-хоу! Это супер ужасно, блин. Да, машина... Ого, у неё сзади установлено дополнительное колесо специально, чтобы она не опрокидывалась при столкновении с врагами. А сможет она его переехать? Э, чувак застрял, машина едь. Ладно, понятно. С одним чуваком машина справилась. Я, в общем-то, и не удивлён. Хочется чего-то нового. Так, что эта машина появляется здесь? Я её, вообще-то, хотел вот сюда поставить. Она почему-то появляется совсем не там, где я устанавливаю её. Но ладно. Ладно-ладно. Связанных чуваков мы больше использовать не будем. Мы используем чуваков обычных. Наставим их много и представим, что это зомби. Разумеется, можно было бы распылить зомби-вирус, но зачем? Зачем-зачем-зачем? Просто сделаем так. Так, замедление включено. Активируем машину. И очень плохо, что во время езды эта винтовка не стреляет. Может быть, и можно как-то придумать механизм, в котором ментовка была бы задействована. Но конкретно здесь никаких результатов. И первый насажен, второй насажен, третий. Чёрт, они просто удобно уселись. Да, машина их давит, но они все остаются живы, по сути. И не включу. Ой-ой-ой. Зомби машина сможет проехать. Блин, так все погибли. Да, нет, этот чувак жив, хотя сидит на жопе. Может быть, со временем он ещё и встанет. Так, ладно, ускоряем и... Всё. Всё закончилось. И для машины, и для людей. Все сидят. Только мне интересно, жив ли вот этот парень. Вставай на ноги, чувак. Так, он стоит на коленях. А на ногах будет стоять? Да, смотрите-ка, он выжил. А ты? Нет, он не выжил. А ты, ну, этот, понятно, не выжил. Хотя без руки тоже можно было бы какое-то время прожить. Но тут тоже полтела. Вот его вторая половина. Всё очень плохо. У этого голова разбита, потому что она фиолетовая. Хорошо. Хорошо. Давайте проверять другие средства аннигиляции людей. Например, вот эта штука под названием гигантский спайдер-робот. О, гигантский паук-робот. И что он делает? Я вижу, что здесь работает электричество, да? И... А в чём суть его? Может, что-то нужно активировать? Тогда он заработает. Нет, друзья, робот этот работать не хочет. Его можно перемещать, его можно поставить таким образом. Но в чём его суть и для чего он нужен, я не понимаю. Как бы... Ну, вот люди, вот робот. Единственное, что можно сделать, это вот так вот на... 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 Что произошло с экраном? Я всё очистил, а комната чёрная. Комната чёрная, как ночь. Почему? Ладно. Давайте перезагрузим комнату. Я не знаю, что с ней стало. Почему всё почернело из-за этого робота? Робот призван исключительно загрузить компьютер. Хорошо. Тут у нас есть смертельный баск... Ой. Ха-ха-ха. Смертельный баскетбол. В чём же заключается смертельность баскетбола? Люди должны... Использовать в качестве баскетбольного мяча голову? А-а-а. И кто победит? Так они все умрут, слушайте. Тут нет победивших или проигравших. Побегают все. Установлена кнопка, ядерные бомбы. В случае попадания мяча в одну из кнопок происходит ужасное. Но давайте попробуем чуваком закинуть эту голову туда. Не получается. А если закинуть эту голову просто вот так... Представим, что чувак тут... А-а-а. Мои товарищи погибли. Бросает из последних сил голову и... Происходит нечто... Ничего не происходит. Эй. Оу. Да, происходит массовая аннигиляция. Взрывается даже и вторая бомба. Хотя обычно этого происходить не должно. Интересная постройка. Жаль, что люди не умеют играть здесь в баскетбол. Очень жаль. Хорошо. Дальше, дальше, дальше. У нас есть электромобиль. Ну, это просто электромобиль и... Он хотя бы сам движется. Даже не нужно для этого ничего делать. Но, по-моему, я его уже показывал. Молот Тора показывал. Корабль. Зачем нужен корабль, я не знаю. Тем более, в этом уровне нет воды. Поэтому пока просто используем чувака. Так, стоп. А, вот чувак этот. Что это за чувак? Давайте поставим его ровно на ноги. И, по идее, он обладает... Он умеет... Да, становись ты. Перевешивает очень сильно двигатель. Он должен стоять на ногах, но не получается поставить его на ноги. Еще раз. Да, он падает. А если пытаться его выровнять, он не получается. Двигатель, двигатель мешает. Ну, ладно. Тогда мы сделаем просто вот так. Двигатели, чувак. Ой, явно не очень хорошо. На таком джетпаке далеко не улетишь. Стоп. А у него... Я понял. Осталась только голова. Ха-ха. О-хренеть. Просто о-хренеть. Да уж, да уж, да уж. Не позавидуешь ему. Дальше у нас чувак с броней. У нас тут чувак с броней. Сможет ли он стоять на ногах? Будучи таким тяжелым из-за брони. Да, он может стоять на ногах. И, разумеется, нужно что-то затестить. Как броня будет реагировать. Так. Включаем. И... Ну, я бы не сказал, что это суперэффективная броня, как вы видите. Ха-ха-ха. Все металлические листы были прошиты насквозь. И... И все. И как бы... Вот была броня, а вот ее уже нету. Хорошо. Возьмем оружие менее кали... Ну, мелкокалиберное. Например, МПшку. Ну, МПш, пока выдерживает. Тут как бы вопросов нет. Хорошо. Выдержит ли она пушку? Чувака могло отбросить, но он... Он выжил. И еще скажите, что он на ноги сможет встать. Нет. Похоже, его уничтожило взрывной волной просто. У него сломаны ребра внутри все. И вообще все у него сломано. А бластер? Такс. Его просто разрывает на две части. И он даже загорается. Ужасное, ужасное событие. Но давайте смотреть дальше. Девайс номер 42. Называется это штуковина. Опять все почернется. Такс. Иногда игра выдает жесткие артефакты. Видимо, из-за глючных устройств. Давайте поставим его вот так. Да. Из-за того, что девайс оказался внутри, видимо, и произошел косяк. Хорошо. Давайте попробуем его активировать. Ну, активировали здесь и активировали здесь. Ток идет, но колеса не крутятся почему-то. Я думаю, что стоит туда человека сбросить и посмотреть, что будет. Задумка была автора явно не в этом. Такс. Выключил ток и тут, и тут. Просто запихаем, попробуем туда чувака. Прокручиваем колеса, и он должен... О, да. Лагает. Лагает это устройство. Нужно переходить к чему-то другому, матери. Рестарт. Ужас, ужас. Хорошо, что еще у нас есть. У нас есть девайс номер 47 от того же автора. Вот это выглядит уже интересно. Тут он смог привести в действие свой ужасный странный механизм. Ну, и закидываем туда нашего подопытного. Оу. 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 А если таких механизмов поставить несколько? Нет, слишком близко. Слишком близко. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Блин. Секунду, друзья. Такс. Я тут, и устройство, в общем-то, готово. Даже можно еще несколько фрагментов добавить. И посмотреть, что будет происходить с людьми. Отлетят ли они далеко, или все-таки с ними что-то произойдет. Оу. Оу. Вот это действительно рабочая штука, но она слишком стокая. От людей не остается вообще ничего. Просто настоящий лютый фарш. Конечно, забрасывать куда-нибудь. О, чувак может выжить. А, вот этот чувак может выжить. Его просто подбрасывало, и он жил, посмотрите. Он жив. Ой. Ха-ха. Нет, он не выжил. Но он мог выжить, если бы голова у него не отвалилась. Все шансы на это были. О, еще один. Еще один потенциально живой чувак. Вставай. Вставай. А что он погиб? Просто от удара об землю? Да, вставать он совершенно категорически не хочет. Ладно, что у нас есть еще? Еще одна зомби-машина. Также у нас есть вот такая... Окей. Окей. Да, блин, что ж ты так криво становишься? Во! Отлично. Как это называется? Это называется танк МК-5. МК-5. Вопрос только в том, будет ли этот танк работать. Активируем все батареи. И танк в движение не приводится. Здесь есть какой-то яд. Что это за яд? Это эликсир жизни. Хорошо. Здесь есть оружие. Они могут из него стрелять, по идее. Но... Но как это привести в действие? Танк совершенно не хочет ехать. Это подобие двигателя. Есть электрическая цепь. Но от чего она питается? А вот. Вот удалось активировать. И танк. Танк действительно движется. Но что? Будет с людьми, которые стоят у него на пути. Ничего хорошего. Прикольный танк. Танк прикольный. Хорошо. Это прикольная штука. Но по сути своей бесполезная. Бесполезная. Далее. Далее у нас есть зомби-поезд. Далее как он называется? Поезд. Просто поезд. Стрейн. Хорошо. А зачем здесь мертвый чувак с оторванной головой? Они что, издевались над ним? Они что, над ним издевались что ли? Над бедным чуваком? Зачем они с ним это сделали? Я просто в шоке. Я просто шокирован максимально. Ну ладно, давайте двигаться. Эй. Угу. Одно колесо двигается. Второе колесо тоже начинает движение. Поезд очень тяжелый. Поэтому нужно активировать абсолютно все колеса. И тогда, возможно, что-то и будет происходить. Остановить его будет крайне сложно. Пока он сам не свалится куда-то в преисподнюю. Или не повесит всю игру. Окей. Что это такое? Электрик. Что за электрик? Что это? Это просто электрический меч? Это просто электрический меч и все? Там на картинке изображен прикольный чувак. То есть это просто электрический меч для... Для вот таких вещей. Просто, ну, как бы элементарно и... Прикольно. Очень сильное напряжение. Чувака просто реально сожгло за доли секунды. Интересное устройство. Интересное. Если бы можно было подобным вооружать людей, было бы прикольно. Далее лодка. Но лодка здесь, в общем-то, бесполезна. Хотя миниган никогда не может... Забавная лодка. Нужно будет обязательно потестировать подобные вещи в море. Так, это что за вундервафля? Какая-то убермашина. Че, че, че? Это просто оружие... Надо отдельно активировать все. А огнемет вообще не работает. Огнемет вообще не работает. Все работает, кроме огнемета почему-то. Странная штука. По сути, реально бесполезная. Ну, если бы оно одновременно все вело огонь, тогда было бы прям супер здорово. Но... Так нет. Опачки! Еще один зомби-кар, да? Апокалипсис-кар. Хорошо, хорошо, хорошо. А если вдруг апокалипсис устроили андроиды, что тогда будет делать эта машина? Смысл-то тогда потеряется? Ну, посмотрим. Она их просто переедет. Хорошо. Зато машина очень быстрая, между прочим. Гораздо быстрее, чем предыдущие машины. Чем красная, например. Видимо, из-за более маленького веса. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Люди, люди, люди. И... Старт. Поехали. Да, она очень быстрая, действительно. Ничто ее не остановит, кроме, конечно же, пропасти. Надо будет как-нибудь попробовать сделать трамплин, и чтобы машина улетела на другой край. Спасаясь от зомбарей. А то сейчас пока как-то не особо, не особо ей хорошо. Супермагнит, друзья мои. Вау, это реально работает. Так, с его можно выключить? Его можно активировать еще сильнее. Он так работает. А так работает еще жестче. На нем появляется напряжение. Но он же не магнитит людей. Вот в чем проблема. Смысл от магнита, который не магнитит людей. Такс. У меня есть вариант один. Есть один вариант. Для начала нужно все это дело удалить. Удалить. Супермагнит пока нам не нужен. Все удаляем. Батарейку, в общем-то, удаляем тоже. Далее вот что мы предпримем. Возьмем ножик. Просто ножик, да? Обычный ножик. И соединим его с человеком. Такс. Далее устанавливаем этот супермагнит. И посмотрим, притянет ли человека вместе с ножиком к этому магниту. Во как. Ой. Ну, чувак, жив. Но ножик. Давай ножик. Это, стоп, это не то. Накосячил. Блин, друзья, накосячил. Накосячил. Случайно все это дело соединил, когда делать этого не нужно было. Такс, вот человек. Он жив, да, я знаю, он жив. Далее. Вот, пускай это будет просто... Да, блин, это не то. Две металлические трубы. Соединенные с человеком. Такс. Далее выбираем руку, чтобы не было косяка. И снова устанавливаем супермагнит. Например, где-нибудь здесь. Да, его притягивает. А если активировать ток... Оу! Если активировать напряжение, происходит реально ужасная хрень. Так, что осталось у человека? По-моему, от человека не осталось ничего. Лишь обугленные кусочки его тела. Печально, печально. Ну и думаю, друзья, на этом пока можно остановиться. Если вы хотите видеть больше странных изобретений в этой игре, можете поставить лайк, подписаться. С вами был Перпетум. До новых встреч. Будьте добрыми. И не жестокими. И счастливыми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok